Надо приводить божеский вид. То есть асфальтировку 4 сантиметра укатать, поменять щиты, ограждения и площадки будут рабочие. Речь идет о спортивных объектах городского поселения Монина. В рамках новой областной программы в божеский вид приводятся территории всех бывших военных городков региона. Спортивная инфраструктура Мунинского гарнизона перешла от Минобороны не в лучшем состоянии. В рамках визита в Щелковский район объем предстоящей работы оценили заместитель председателя Мособолдумы Иван Жуков и министр спорта региона Роман Терешков. В этом году по поручению Андреевича выделено 2 миллиарда на восстановление инфраструктуры военных городков. Мы планируем в том числе получить денежные средства на спорт и на городское поселение Монина. Будем смотреть, как правильно и эффективно их расходовать, для того, чтобы в трубу эти деньги не выкидывать. В данный момент на территории бывшего Мунинского гарнизона расположена весьма внушительная спортивная инфраструктура. Спорткомплекс «Локомотив» включает в себя 5 теннисных кортов, площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола, лыжную базу. Также в бывшем городке расположено регбийное поле, на котором тренируется знаменитая команда ВВА Подмосковья. Однако все эти объекты сейчас находятся не в лучшем состоянии. Особое внимание в рамках осмотра инфраструктуры уделили Монинскому бассейну. Именно на его восстановление в первую очередь рассчитывают местные жители. Уникальная чаша 7 метров глубиной рассчитана на прыжки в воду, в том числе с 10-метровой высоты. Объект не эксплуатировался с 2010 года и на данный момент бассейн также необходимо капитально ремонтировать. Нужно проектировать новую половину здания, верхнюю часть. Мы сейчас этим вопросом займемся. Будут выделены денежные средства на другие плоскостные сооружения, для того, чтобы могли Монинцы заниматься спортом. Здесь нужно делать достаточно серьезную экспертизу конструктивных элементов, смотреть шурфи, чашу, смотреть, в ком она в состоянии находится. Металлические балки перекрытия также поражены коррозией. Надо будет смотреть, что с ними, смотреть на русский фундамент. И только после этого получения экспертизы и расчета принимать дальнейшие решения, что нужно делать. Либо реконструкция, либо капитальный ремонт, либо уже объект не подлежит восстановлению. Министр дал поручение Монинской администрации совместно с властями Щелковского района провести экспертизу объекта, чтобы точно понять объем необходимого финансирования. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.